Приветствую всех на нашем маленьком празднике жизни и сегодня у нас достаточно компактная, но емкая программа. То есть с вами Аквамен и надолго я вас не задержу. Растение сегодня телепается между полигономами и персикариями и вообще досконально неизвестно точно ли оно имеет такое название. Однако все его так называют полигоном Сао Пауло. Кто-то умудряется называть его Сан-Паулян, Сун-Поль, Сао Пауло, но не суть. Это ярчайший представитель подводных бамбуков. Фантастическое по своему внешнему виду, а именно окраски листьев растения. Изначально оно росло в окрестностях бразильского города Сао Пауло и отсюда название. Опять-таки в списке полигономов у The Plant List есть полигоном Сибирикум, есть полигоном Зигзаг, есть даже полигоном Какай, а вот этого полигонома нет. Растет он в болотистых местностях южноамериканского континента. Когда его там накопали и утопили неизвестно. Но то, что оно может существовать под водой это факт. Еще в копилку фактов можно отправить момент, что полигоном Сао Пауло путают с полигоном Кавагианумом. Но это разные представители бамбуков. Последние имеют более блеклую окраску. В аквариумных условиях, в аквариумных недрах растет полигоном Сао Пауло быстро, особенно если подсобить. Любит фосфаты и железо, конечно. А где же ему черпать цвет еще? Любит цвет и желательно подкормка углекислотой. А еще воду любит не особо жесткую. Растет в аквариумных недрах до полуметра. Имеет почти древовидный жесткий стебель, который исключительно тянется вверх. И боковые побеги тоже будут расти вверх. И даже если вы его камушком прижмете, все равно вверх. Целью устремленности этого полигонома можно позавидовать. Но неполкообразным видом красен си экземпляр. Весь ажиотаж крутится вокруг цвета, который колеблется от слаборозового до свекольно-багрового. То, что вы сейчас видите, это считается блеклым полигономом Сао Пауло. Он чего-то не получал в процессе роста и поэтому выглядит не самым нарядным образом. Что интересно еще, в отличие от большинства аквариумных растений, при переходе на сушу полигоном Сао Пауло сохраняет свой цвет. Да, такой же ядрёно-свекольный. Внешне в тепличной форме он никак практически не отличается от подводной формы, разве что листья более жесткие и более короткие становятся. Высаживать эту красоту однозначно лучше на задний план и лучше группами для достижения вау-эффекта. Для размножения можно ожидать появления боковых побегов, а также просто взять палку подлиннее и нарезать ее на бруски 10-15 сантиметров. Этот полигоном, несмотря на свою неопределенность вида, частый гость меристемных емкостей. Такое вот интересное космическое бамбукообразное растение, которое добавит красок в абсолютно любой аквариум. И если вы его содержали, щупали, хотя вы видели, что кто-то его трогает, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а с вами, конечно же, был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok